всем привет добро пожаловать на нашу праздничную новогоднюю программу меня зовут виктор и вместе со мной сегодня алина и мария и как вы видите мы наряжаем елку с рождеством и новым годом дорогие друзья сегодня мы подготовили для вас большую праздничную программу до сегодня будет очень интересно поэтому рекомендуем каждому из вас оставаться с нами и у нас сегодня будет пастор павел епископ рик реннер пастор денис и также у нас лидеры церкви андрей васильев и евгений барновских и у нас сегодня будет праздничное поклонение и также с нами сегодня на кухне наши ведущие оля и никита они там готовят праздничный стол и ждут гостей как мы уже сказали программа будет действительно большая а начнем мы как обычно с наших деток поэтому скорее зовите своих маленьких телезрителей к экранам и давайте начинать привет все раз два три 4 5 7 ой 8 8 8 а я благодарна в этом году то что у нас появилась новая собака то что я учусь на дипятерке за то что пришла на много кружков защищаешь нас я благодарна богу за то что он дает нам силы мечты больше нет или есть у меня две мечты три летние каникулы улите оральские горы я пожелала бы церкви в этом году расшириться и чтобы нее ходили все верующие и неверующие люди счастья здоровья чтобы было много детей никто не ссорился и чтобы было много праздников ну и еще папа и мама любви чтобы остались такие же веселые такие же хорошие я желаю детям радость и вещей улла с новым годом и с рождеством здравствуйте поздравляю всех с новым годом ребята привет вы знаете что я люблю больше всего оладушки нет я люблю петь богу и смотреть мультики и поэтому у нас сегодня особенная программа из того что я люблю больше всего внимание на экран вы наверное уже догадались кто это привет я мария мария стала мамой иисуса но до того как это случилось она жила в городе назарет у марии еще не было детей потому что она не замужем они с иосифом только планировали пожениться к ней приходили гости помогать готовиться к свадьбе однажды к марии пришел ангел и сказал бог выбрал ее чтобы родить спасителя мария испугалась ой 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 еще бы не каждый день ангел приносит такую новость ангел сказал не бойся мария все будет хорошо бог за тебя назовешь сына иисус он будет царствовать вечно отлично ответила мария у меня еще вопросик мне кажется ты забыл что я не замужем и не смогу родить ангел сказал не беспокойся бог уже все придумал дух святой сойдет на тебя и ты родишь божьего сына для бога нет ничего невозможного а мария решила довериться богу чтобы исполнилось все что он запланировал для нее перед свадьбой иосиф неожиданно узнал что мария беременна ого-го иосиф был человеком добрым и решил отменить свадьбу но сделать это тихо чтобы никто не подумал плохо о марии с такой умной мыслью иосиф спокойно заснул как вдруг к нему во сне явился ангел с посланием загибай пальцы иосиф чтобы ничего не забыть и не перепутать первое не бойся взять джон и марию второе ее ребенок от бога третье назови мальчика иисус четвертое он спасет народ от грехов ух ты пух ты подумал иосиф во сне когда он проснулся то сделал все так как сказал ангел они с марией поженились ля 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 и стали ждать рождения малыша план божий по спасению людей исполнялся а в это время на другом конце земли правителю римской империи августу захотелось посчитать сколько людей живет в его империи он объявил перепись населения каждый должен вернуться в то место где родился маленьким и записаться в списочек иосиф родился в вифлееме туда и отправился он и мария из назарета в вифлееме было так много людей как муравьев в муравейнике они люди и не муравьи конечно заняли все места в гостиницах иосиф искал искал места и не нашел пришлось переночевать в сарае для животных там мария родила младенца завернула его в ткань и положила в ясли вот так необычно родился спаситель гостиницей и и Дай мне свет Твоей любви. Дети на земле попросите всех Иисуса к вам войти. Были мы грешны, огорчался Ты, Иисус наш друг. Но простишь нам все, и в сердца пойдешь, Коль на Твой откроет стук. В сердце мое Иисус войти, Дай мне свет Твоей любви. Дети на земле попросите всех Иисуса к вам войти. В сердце мое Иисус войти, Дай мне свет Твоей любви. Дети на земле попросите всех Иисуса к вам войти. Это маленький Иисус. Привет! Он Сын Божий. Когда он подрастет, То совершит удивительные чудеса на земле. Рядом его родители. Мария. Приветики! И Иосиф. Здравствуйте! Иисус родился в Яслях, Потому что в Ифлееме Все места в гостиницах Были уже заняты. В это самое время, На поле, Где пастухи присматривали За спящими овцами, Им явился ангел В ярком свете. Пастухи сразу захотели испугаться, Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, И убежать. Но ангел успел им сказать, Не бойтесь! А-а-а-а! Я принес вам хорошие новости! А-а-а-а! Сегодня родился спаситель людей от грехов. О-о-о-о! Он принесет много радости. Найдете его в Ифлееме, В Яслях. Э-э-э-э-э-э-э! К этому ангелу присоединились другие, и вместе они запели песню, прославляющую Бога. Слава Богу на небе и на земле! Наступил мир между Богом и людьми. Когда ангелы исчезли, пастухи поспешили в Вифлеем посмотреть на Спасителя. Ну что, пойдем? Пойдем. Овечки, не шалите тут! Они нашли маленького ребенка, Марию и Иосифа, и рассказали им про ангелов. А когда шли обратно, то говорили об этой радостной новости с каждым встречным человеком. Все люди были очень удивлены. Мария старалась запомнить все, что с ними произошло. Не каждый день такое случается. Пастухи вернулись к своим овечкам, благодарные Богу за то, что могли быть участниками великого события – рождения Божьего Сына, Спасителя Мира. Вы думаете, на этом история Рождества закончилась? Нет! Немного повторения. Это Иисус, Спаситель, о котором ангелы рассказали пастухам на поле. Это Мария, его мама, и Иосиф, его папа. Они шли на перепись населения Вифлеем, недалеко от Иерусалима. Вся эта страна называлась Иудея. Ей правил царь Ирод. К нему в Иерусалим пришли мудрецы с востока, которые искали нового царя. Где родившийся новый царь? Покажи нам его. Мы хотим поклониться ему и подарки вручить. Царь! Какой царь? Я царь! Но я давно родился. Подарки можете мне оставить. Я передам. Я люблю подарки. Когда мудрецы вышли, Ирод собрал своих ученых. Про какого царя я не знаю. М? Где он должен родиться? Что в ваших книгах записано? Ученые посмотрели и ответили, что новый царь будет спасителем мира и должен родиться в Вифлееме. Тогда царь Ирод придумал способ всех перехитрить. Он снова позвал мудрецов с востока. Идите в Вифлеем, там поищите нового царя. А когда найдете, вернитесь ко мне и все расскажите. Я тоже к нему приду. Поклониться! На самом деле, Ирод задумал избавиться от Иисуса. Ему не нужен был другой царь. Мудрецы продолжили свой путь к Спасителю. Звезда, которую они видели на востоке, показывала им путь и остановилась над местом, где находился Иисус. Счастливые мудрецы вошли в дом, увидели Марию, Иисуса и поклонились Ему. Там они оставили свои подарки, необычные. Золото, ладан и смирну. Ночью во сне им явился ангел. И сказал возвратиться домой другой дорогой, не заходя в Иерусалим к Ироду. Они так и сделали. Иосифу тоже приснился ангел и посоветовал срочно уходить в Египет, потому что Ирод хочет убить Иисуса. Иосиф быстро собрался и вместе с Марией и ребенком отправился в Египет. Они жили в Египте много лет, пока Ирод не умер, и вместо него стал царствовать другой человек. Ангел снова пришел к Иосифу и успокоил его. Теперь можете возвращаться домой в Назарет. Там в Назарете Иисус вырастет и начнет служить людям, как Бог и предназначил для него. Радость, мир и торжество Наступает Рождество Ангелы с небес внесли Радость людям всей земли Чудный хор с небес высот Чудный хор с небес высот О Спасителе поет О Спасителе поет Да, да, радуйся, земля Наш Господь рожден Ой, Аллилуйя 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 Радость вся земля Наш Господь рожден Ой, Аллилуйя 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 Человек отстал, как мы Царь царей оставил трон Царь царей оставил трон Чтобы каждый был спасен Чтобы каждый был спасен Славят небо и земля Славят небо и земля Мир пришедшего царя Мир пришедшего царя Да, да, радуйся, земля Наш Господь рожден Ой, Аллилуйя 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 Радость вся земля Наш Господь рожден Ой, Аллилуйя 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 Радость вся земля Наш Господь рожден Ой, Аллилуйя Аллилуйя Аллилуйя, радуйся земля, наш Господь разждет, ой, аллилуйя, аллилуйя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Дорогие наши участники, спасибо, что вы были с нами весь год. И, ребята, за то, что вы смотрели нас тоже весь год. Надеюсь, в следующий год мы с вами не расстанемся. С Новым Годом! Дорогие наши мальчики и девочки, спасибо, что весь год вы были вместе с нами. И мы надеемся увидеться с вами снова. Желаем вам хорошего Нового Года! Пока-пока! Пока! Дорогие друзья, я поздравляю вас с Новым Годом и Рождеством. Желаю вам счастья, здоровья, радости и благополучия. Бог всегда с нами, Он никогда не оставляет нас. И поэтому я желаю вам, чтобы вы всегда переживали Его присутствие в своей жизни, чтобы вы получали ответы на свои молитвы, чтобы вы общались с Богом близко и лично. И пусть это будет особенный год общения с Богом и со своими родными и близкими. С Новым Годом вас и Рождеством! Так, горошек. Картошечку отварили, яйца отварила. Колбасы нет. Никит, мы забыли колбасу. Ладно, кажется, мы уже снимаем. Друзья, мы поздравляем вас с Рождеством и Новым Годом! И желаем вам, чтобы в Новом Году у вас было много радостных событий. Пускай в вашем доме будет мир и благодать. Так, ну а что с колбасой-то делать? Нам же готовить сейчас. А вот вам! Друзья, вы как знали. Мы так рады вас видеть, Пастер Павел. Очень рады. Спасибо, спасибо. Оля, Никита, с Новым Годом! Пускай у вас в этом году тоже будет мир и благодать. Во всех сферах вашей жизни. Спасибо большое. Мы тоже вас поздравляем. И желаем, чтобы в Новом Году все то, что вы запланировали, задумали, оно обязательно сбылось. Спасибо большое. И мы хотим подарить вам подарок. Ого! Подарочек! И пока вы его открываете, мы бы хотели, чтобы вы открыли его вместе с нами. Хотим задать вам пару вопросов. Первый вопрос. Есть ли у вас какое-нибудь блюдо, которое вы, ну вот, всегда едите на Новый Год? Обязательно оливье. Как же Новый Год без оливье? И желательно побольше майонеза. Некоторые люди почему-то думают, что нужно поменьше майонеза. Это болезнее. Это Новый Год. Можно позволить. Можно, да, можно себе позволить немножко побольше майонеза, да. Мне нравится, что у нас потом идет пост без майонеза. Именно поэтому можно побольше, чтобы потом поменьше. Так, что это такое? Посмотрите. Угу! Чашечка. Класс, спасибо. Теперь вам будет с чем включать по вечерам «Блогую весть онлайн». Точно. И туда наливать чай. Точно. И я буду всегда помнить о нашем новогоднем служении. Пастор Павел, расскажите, у вас была какая-нибудь интересная история, которая случилась с вами или с вашими близкими под Рождество или под Новый Год? Давайте я так отвечу. У меня есть всегда какие-то цели, мечты, желания, молитвы, которые мне бы хотелось, чтобы исполнились именно в текущем году. И когда это получается, для меня это огромная радость. И иногда это происходит прямо перед Новым Годом. Все, о чем я молился, вещи, которым я просил Бога, начинает получаться для меня. Это огромная радость. Особенно, когда я понимаю, что это от меня никак не зависело. Вот раз и перед Новым Годом, и все получилось, и получается начать. Новый Год с чистого листа. Или, получается, все заданные цели завершить в прошлом году. Для меня это всегда огромная радость. Пастор Павел, а какие есть традиции в вашей семье? Может, вы вместе читаете Библию? Может быть, вы смотрите какой-то рождественский новогодний фильм всегда? Мы встречаемся всей семьей. Обычно это у родителей дома. И до того, как открывать подарки, мы садимся на диван и читаем рождественскую историю. Когда я был маленьким, родители читали рождественскую историю. Потом, когда мы с братьями немножко подросли, мы начали читать рождественскую историю. А теперь уже наши дети читают рождественскую историю. Мы заранее им говорим, какие местописания они должны будут прочитать, иногда они готовятся, мы задаем им вопросы, и после того, как мы вместе на коленях молимся, благодарим Бога, каждый молится, обязательно каждый молится, после этого только мы открываем подарки. И когда мы открываем подарки, кто-то один, почему-то так у нас все происходит, кто-то один достает подарки из-под елки и говорит, это для, и раздает подарки. И мы тут же открываем подарки, и сразу же, сразу же, вот у нас уже приготовлены мусорные пакеты, сразу же все складываем и в мусорный пакет прямо сразу, и после того, как мы раздали все подарки, уже дома чисто, прямо сразу. А потом уже идем на кухню, вместе кушаем. Это очень мудро. Я думаю, очень классная традиция, и наши зрители обязательно могут взять ее и применять в своей жизни и в своей семье. Пастор, ну мы не просто так вам подарили чашку, именно чашку, потому что мы знаем, что вы любите чай. Я не просто люблю чай, я обожаю чай и разные чаи. В особенности я очень часто пью пуэр, китайский черный чай, но также я люблю разные новогодние чаи. И кофе вообще не пью. Вот, новогодние чаи, вы сказали. А есть какой-нибудь рецепт, который может приготовить каждый наш зритель? Вообще, готовить новогодний чай и зимний чай – это несложно. И может быть, у вас дома уже есть какие-то ингредиенты для того, чтобы сделать что-то вкусненькое. Допустим, лимон, мед, имбирь – уже у вас получается нечайный чай. Сегодня здесь у нас уже приготовлен глинтвейн, и это очень вкусно. Конечно же, безалкогольный глинтвейн на основе сока. И здесь у нас тоже яблоко, корица и все остальные специи, которые, в принципе, можно просто даже пойти и купить в магазине. Но суть-то в атмосфере. И когда на сковородке, когда я готовлю чай, особенно для Рождества или Нового года, я обычно готовлю прям такую большую кастрюлю. Шесть литров сразу. Ого! И этого хватает на целый день. И получается, что если ты готовишь на большой объем, то можно добавлять в процессе еще разные ингредиенты, и этого хватает вообще на целый день, и иногда даже на следующий день. Все это несложно, нужно только этого хотеть немножко. И, ну, особенно братья, ну, готовьте чай хотя бы. Это несложно. Я за. И это очень вкусно. Да. Потому что обожаю рождественские чаи. И я думаю, что мы его с вами сейчас попробуем. А пока мы пробуем, давайте продолжим создавать нашу новогоднюю атмосферу с песней «Радуйся, мир». Радуйся, мир! 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 пастор павел вы сегодня первый кто посетил нас за что вам огромное спасибо могли бы вы сказать свое слово наставление ободрение на 2023 год мне очень хочется чтобы вы все переживали божье присутствие в вашей жизни течение всего года он помазанник и когда мы думаем о нем мы также думаем о том кто он и что он нам дает в евангелие от луки и 4 глава мы читаем с 18 стиха дух господин на мне ибо он помазал меня благовествует нищим и послал мне исцелять сокрушенных сердцем проповедовать пленным освобождением слепым прожрением отпустить измученных на свободу проповедать лето господнее благоприятно он помазан на это и это действует вашей жизни тоже его благословение его подарки которые он приготовил для вас поэтому это и новогодние пожелания и наставления чтобы искали бога и переживали в вашей жизни именно его присутствие каждый день господь я прошу тебя о том чтобы ты касался каждого из нас особенно в это время мы нуждаемся в том чтобы спути ты давал нам свое благословение мир и благодать помазанное твое в нашей жизни во имя иисуса и все вместе сказали аминь и светит ясно ночи бездонно потенокий свет горит в ночи на руках заботливых ребенок спит при свете масляной свечи вид его не сказано прекрасно истинно небесное дитя впрочем так и есть при нужном часе он примет он печали на себя он узнает серные лишения взяв грехи людей и болезни стран но сейчас младенец совершенный древний тумари на руках на восстание и паденья многих в мир пришел а мир на два разбит мы вели за мира счастье войны ты пришел и научил любить и в моей судьбе принес ты выбор я столкнулся с этим наяву воеву много лет искал себе лишь выга свет увидел на стене хлебом ты был покалечен и сердца взяв мои грехи и болезни и страх муж скорбей младенец совершенный древний тумари на руках ты был покалечен и сердца взяв мои грехи и болезни и страх муж скорбей младенец совершенный древний тумари на руках процес aires ма 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 Столкновение звёзд, галактик, сон мы Не нарушит мой в ночи покой Мир непостижимый, мир огромный Создан был заботливой рукой И среди побед и всех лишений Возвращаюсь к истине одной Лишь твоей любовью совершенной Я смогу прийти к себе домой Ты не уходил бы вечно рядом Я искал тебя, не знав никак Что ответ не поиском награда Древний тумари на руках Ты не уходил бы вечно рядом Я искал тебя, не знав никак Что ответ и поиском награда Древний тумари на руках Друзья, с вами епископ Рик Реннер У меня для вас есть пророческое слово о следующем годе Так что приготовьтесь Но прежде я хочу поговорить с вами о том, как следует завершить этот год и начать новый Давайте прочитаем послание филиппийцам 3 главу 12 стих, где апостол Павел пишет Говорю так, не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус Лично для меня этот стих стал ключевым, поскольку в нем мы читаем о том, как апостол Павел подводит итоги своей жизни Он говорит, оглядываясь на свою жизнь, я вижу, чего я еще не достиг Слово «достичь» по-гречески «ката ламбану» состоит из двух слов Слово «ката» описывает движение вниз «ламбану» значит «схватить что-то» Все слово означает «ухватиться за что-то», «стянуть», «захватить», «овладеть», «завоевать» Павел говорит, я еще не всем овладел, что мне велел Бог Что же он собирается делать? Он говорит, я буду стремиться Слово «стремиться» по-гречески «диоко» Это охотничий термин, которым описывали охотника, преследующего животного Он хочет получить добычу и потому будет идти по следу животного Высматривать сломанные ветки, чтобы определить, где оно прошло Он будет следовать за его запахом Он – профессиональный охотник И потому он будет преследовать, преследовать, преследовать и преследовать это животное Вот что описывает слово, употребленное Павлом в этом стихе Буквально это значит следующее Поскольку я еще не захватил все, что велел мне Бог Поскольку я еще не овладел всем, что мне было поручено Вот что я сделаю Я надену свое охотничье снаряжение И буду следовать за Божьим призванием для моей жизни Я не остановлюсь, пока не ухвачусь за то, к чему призвал меня Бог То есть, если вы не завершили все, что должны были сделать в этом году Не переживайте, перед вами целый Новый год Не говорите, что потерпели неудачу Не говорите, что проиграли Не говорите, что вам не удалось одержать все победы, которые вы планировали одержать Поблагодарите Бога за уже одержанные вами победы Поблагодарите Его за тот успех, которого вы уже добились Но не останавливайтесь сейчас Вы еще не закончили Вам нужно надеть охотничье снаряжение и сказать Я на финишной прямой И я не остановлюсь, пока не захвачу то, что Бог велел мне взять Я облачусь в свой охотничий костюм и пойду на запах вслед за Божьим призванием Я пойду по следу, ведущему к Божьему призванию Я не остановлюсь, пока не захвачу то, что Бог велел мне взять Я сам придерживаюсь этого правила в своей жизни Мне 64 года И мне предстоит еще многое сделать Вот только достижение цели не наступит само собой Если я хочу достичь того, что поручил мне Бог То мне нужно принять решение, что я буду преследовать, преследовать, преследовать и преследовать Пока, наконец, не захвачу то, что Господь велел мне захватить Иногда Для этого нужно просто делать что-то каждый день Проявлять в чем-то постоянство Подниматься, обуваться, одеваться, ехать на работу, быть верным в малом Преследовать, преследовать и преследовать цель каждый день Если вы будете делать по одному шагу за раз, то можете даже не заметить, как приблизились к успеху Зато, оглянувшись назад в конце года, вы скажете Вот это да! Посмотрите, сколько я сделал за этот год Но все начинается с вашего решения двигаться вперед Но подождите, тут есть кое-что еще В 13 стихе Павел пишет «Братья, я не почитаю себя достигшим» Слово «почитать» — это бухгалтерский термин Он описывает бухгалтера, который положил перед собой два листа бумаги На одном перечислено все, что было запланировано На втором изложено, что в реальности было достигнуто Употребляя это слово, Павел говорит «Я провел сравнительный анализ» Я смотрю на страницу, где записан план, видение, данное мне Богом, его поручение что-то выполнить, и мне все становится понятно Но посмотрев на другую страницу, где изложено, что мне удалось сделать, я вижу, что совершил еще не все, что было указано в изначальном плане Поэтому я считаю, что моя работа еще не окончена Так вы можете понять, что для вас еще не настало время уйти на небеса Вам еще не пора идти на небеса, пока вы не сможете сказать, как позже напишет Павел, «течение совершил» Ваш путь не будет завершен, пока вы не сделаете все, что поручил вам Бог В этом стихе Павел говорит При сравнении этих двух страниц становится очевидно, что я не все еще сделал, потому что я не выполнил все, что поручил мне Бог «Что же мне делать?» – вопрошает Павел «Я забуду заднее» Слово «забыть» значит осознанно положить что-то позади себя Кстати, это касается и ваших побед Многие останавливаются, одержав ряд незначительных побед, говоря «Что ж, я, пожалуй, остановлюсь на этом, я сделал больше, чем другие» И их удовлетворяет такое положение Но Бог не хочет, чтобы вы останавливались после нескольких маленьких побед Он желает, чтобы вы одержали великие победы Они ждут вас Вам нужно принять решение и сказать «Все это было хорошо, но я еще не закончил, и потом я оставляю свои достижения позади и пойду дальше, простираясь вперед» Так сказано в 13 стихе Бог приготовил что-то для вас То, что ждет вас впереди, в наступающем году Но вам нужно принять решение оставить все позади, надеть охотничье снаряжение и сказать «Я не остановлюсь, пока не захвачу свою добычу, и пока не смогу сказать, что завершил свой путь» Так что не считайте, что чего-то достигли, пока не достигнете всего А теперь я дам вам пророческое слово на Новый год Я летел в самолете и молился за вас Я молился за наших партнеров, за своих друзей и готовился написать им письмо И вдруг мне пришло слово от Господа Я услышал, как Господь сказал мне следующее «2023 год будет полон божественных сюрпризов, божественного обеспечения и божественных откровений для тех, кто примет это» Я открыл компьютер и сказал «Господь, я хочу записать услышанное, мне нужно убедиться, что я все расслышал правильно» И тогда я снова услышал и напечатал такие слова «2023 год будет полон, он будет полон божественных сюрпризов» Мне очень нравятся сюрпризы, особенно божественные Божественного обеспечения Обеспечение может быть финансовым, это также может быть еда, бонусы, кто знает Любое обеспечение, причем и во множественном числе Разные виды обеспечения и божественных откровений Это когда Бог открывает вам духовный мир и показывает вам то, чего вы не видели прежде И далее Он сказал, для тех, кто примет это А ведь это касается всех божьих обетований, не так ли? Исцеление придет, если вы примете его Благословение изольется на вас, если вы примете его Бог предлагает это всем В слове «принять» есть кое-что интересное Сама суть слова «принять» указывает на процесс принятия того, что вам дано Святой Дух сказал мне, что Бог предлагает нам в Новом году божественные сюрпризы Вы бы хотели получить божественный сюрприз? Божественное обеспечение Вы бы хотели получить прекрасное божественное обеспечение? И божественное откровение Для тех, кто примет все это Перед тем, как решить, как я передам вам слова, сказанные мне Святым Духом Я, будучи в том самолете, начал размышлять о себе «Господь, я хочу принять это» Если мне дано такое обетование, я хочу, чтобы оно сбылось в 2023 году Поэтому я ожидаю, что в 2023 году получу замечательные божественные сюрпризы Я ожидаю замечательное божественное обеспечение Я ожидаю замечательные божественные откровения Я уже принял их по вере и теперь жду, что они будут проявляться на протяжении всего года Я провозглашаю это также и в вашу жизнь Это Божье пророческое слово для вас в этом году Божественные сюрпризы, божественное обеспечение и божественные откровения Если вы примите это по вере прямо сейчас Вступая в Новый год, оставьте прошлое позади себя Проведите тщательный анализ своей жизни и убедитесь, что успели сделать, что должны А если это не так, то наденьте охотничье снаряжение и скажите «Я буду охотиться и охотиться, преследовать и преследовать, пока не выполню все, к чему меня призвал Бог И в Новом году я стану получателем божественных сюрпризов, божественного обеспечения и божественного откровения» Друзья, примите это верой Я провозглашаю это в вашу жизнь прямо сейчас во имя Иисуса Отец Небесный, спасибо тебе за то, что 2023 год — это наш год Возможно, он будет трудным для всего мира, но он также станет годом, когда твоя слава сойдет и осенит твой народ и твою церковь Этот год будет полон божественных сюрпризов, божественного обеспечения и божественных откровений Мы благодарим тебя за это Я провозглашаю благословение для вашей семьи, исцеление для вашего тела, процветание для вашей жизни Во имя драгоценного Господа Иисуса, аминь Знаете, в этом году было так много событий и в церкви, и лично в моей жизни тоже были события очень важные, на мой взгляд Потому что в этом году, в начале еще года, я приняла Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя И еще в этом году я приняла водное крещение и крещение Духом Святым с говорением на иных языках И также я стала членом церкви совсем недавно Круто! Прям многое с него собрало! Да, был очень насыщенный год А что у вас интересного было? У меня тоже был очень насыщенный год И в этом году я по-новому утвердился в своем призвании По-новому понял, что означает Божья защита И на самом деле я стал обращать внимание, насколько важно ценить каждый наш день, в котором мы проживаем Да, я полностью переосмыслила молитвенную жизнь и насколько это действительно важно Каждый день просто молиться за различные сферы своей жизни И кстати, помните, в этом году у нас в церкви было несколько марафонов Знаете, что мне больше всего в них нравится? Вот когда мы собираемся командой, рабочей группой, разрабатываем темы, придумываем тексты в письма То есть очень много работаем, служим и в конечном итоге мы получаем свидетельство людей То есть вот эта вот цепочка, она доходит до того, что вот ответы на молитвы, они приходят Меня это очень ободряет, я думаю, всю нашу команду Это многих ободряет Меня тоже это очень ободряет, да И я помню, как мы говорили нашим подписчикам во время эфиров, писали, обращались И просили, давайте превратим молитву в наш образ жизни Да, а еще помните, была конференция совсем недавно, пророчество, понимание и применение И это было очень хорошее учение и очень полезные вещи были сказаны на этой конференции Что-то у тебя есть, что добавить по поводу конференции? Конференция была действительно очень важная, интересная Мне очень запомнилась одна проповедь, Джозеф Зупис проповедовал И было две проповеди на самом деле, но в одной он сказал, что очень важно тренировать наши чувства К тому, чтобы распознавать, что хорошее, что плохое Это очень и очень важно и это помогает нам, как оказалось, распознавать пророчество Аминь Пророчество настоящее или это откровенная ложь? Да, как отличить ложное от истинного Помню Да Ну что, елку мы почти нарядили Это точно Важные события года мы с вами вспомнили Настало время пойти проведать ребят, посмотреть, как у них дела на кухне Наверное, я сейчас пойду это и сделаю Да, давай Давай, Виктор А ты солила? Ну, попробуй Никита, Оля, привет еще раз, с праздниками вас Привет, спасибо Я тоже, Виктор, с праздниками А как у нас дела с Оливье? Попробуй О, уже готово Классу готово Ммм Очень вкусно Вот помню, как год назад в прямом эфире мы также готовили Оливье А, да, точно И вкус вот почти такой же Ну, это было Нерезано куда лучше, ребят Согласен Слушайте, а в этом же эфире у нас как раз таки, точнее у вас не сработали хлопушки, помните? Да, да Это было смешно Помню, это было, конечно, интересно Они на самом деле сработали, но сработали уже тогда, когда нас переключили, началось прославление Нам после этого все равно пришлось убирать Да Да Давайте Считайте Три, два, один Давай Новый год, привет Ура В общем В конце сожжем Ему двадцать два года Самуил, привет Тебе двадцать два года Точно столько же, сколько и нашей церкви Прямо одногодки, правильно? Нет, я на гостарте Идеально Фантастика просто Слава Богу, вы заслужили этот торт Вашим служением и ваших горячими церквами Друзья, вы только что видели подборку таких курьезных моментов, которые происходили в наших эфирах На самом деле их было не очень много в этом году Но и хочу сказать, что мы перед каждым эфиром мы готовились Мы специально проводим занятия среди недели и перед эфиром для того, чтобы звучать лучше и чтобы вы нас слышали и слышали все, что мы говорим Ребят, ну ладно, я пошел, пойду, узнаю, как у девочек дела Дорогие друзья, здравствуйте Я хочу сказать от всей нашей медиакоманды спасибо Спасибо всем, кто нас смотрит Кто с нами был весь этот год Зрители телеканала JNC Все участники Благой Вести онлайн Все, кто с нами общается в социальных сетях Я вам говорю спасибо Потому что все, что мы делаем, мы делаем для вас И мы здесь собрались, чтобы поздравить вас с Рождеством и Новым Годом Всей нашей медиакоманды С нами здесь ведущие, переводчики жестового языка, операторы, режиссеры, звукорежиссеры, администраторы, помощники И все мы вам говорим ПОЗДРАВЛЯЕМ Знаете, что еще произошло у нас в этом году? Что же? У нас появился новый ютуб-канал Новый музыкальный ютуб-канал Я даже не могу выбрать какую-то одну песню Мне многие песни нравятся У тебя? Радуйся, мир, без вариантов Да, кстати Вот только заходишь в какой-нибудь, не знаю, торговый центр, магазин И вот слышишь эту мелодию, ты сразу начинаешь напевать И радоваться Аминь Мне нравится песня «Бог явил нам надежду» Она показывает, так отлично показывает то, что Господь подарил нам на Рождество Он действительно даровал нам надежду Может быть, мы ее немного споем хотя бы Давайте Я просто даже не помню какая там мелодия, но что-то знакомое прям очень Бог явил нам надежду Виктор, подпевай Бог явил Рождество Царя Бог явил нам спасение Торжествуй, земля Бог явил нам надежду Бог явил Рождество Царя Бог явил нам спасение Торжествуй, земля Бог явил нам надежду Бог явил Рождество Царя Бог явил нам спасение Торжествуй, земля О, малый город Вифлеем Смог ли ты понять В ту ночь позволено лишь тебе Своего Царя принять Голос тоже звучал с небес Восвящая благую весть Любовь свою дарует Любовь свою дарует Он Спаситель нам рождет Бог явил нам надежду Бог явил Рождество Царя Бог явил нам спасение Торжествуй, земля Бог явил нам Бог явил нам надежду Бог явил Рождество Царя Бог явил нам спасение Торжествуй, земля Он пришел, Он среди нас Эммануи 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 Преграды нет Для Его любви Всем расскажи Всем расскажи Всем расскажи Бог явил нам надежду Бог явил Рождество Царя Бог явил нам спасение Торжествуй, земля Бог явил нам надежду Бог явил Рождество Царя Бог явил нам спасение Торжествуй, земля Бог явил нам надежду 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 Здравствуйте! Я Жанна Фазио, живу во Франции, в церкви Благовестин Лайн с 2020 года. Служу в служении гостеприимства с пастором Денис в школе Золушки и в молитвенном служении. Сегодня мне выпала большая честь поздравить вас с наступающим Рождеством и Новым годом. Я поздравляю вас с этими чудесными праздниками и желаю благополучия, здоровья, успеха в работе, в учебе, согласия и доброты в семьях. Но самое главное, без чего все это невозможно, я желаю каждому мира с Богом и любви к людям. Еще я желаю всем нам мирного неба над головой и мира нашим странам. Дорогие, с Богом мы все преодолеем. Мира и благодати вам! Всем привет! Меня зовут Наталья, и я партнер служения Рик Реннера. Я из города Перми, поселка Новые Леды. Хочу сегодня поздравить всех с наступающим Рождеством и Новым годом! Меня зовут Оксана, я живу в городе Владивостоке и служу в команде гостеприимства. Дорогие Божьи дети, я от всего сердца поздравляю вас с днем рождения нашего Господа Иисуса Христа! Здравствуйте! Меня зовут Алена, я живу в России, в городе Казань и служу в команде гостеприимства «Благая Весть Онлайн». Зима – это самое чудесное время года, и Господь являет нам всю силу своего могущества через красоту своих творений. Он дает снег, как волну, сыплет иний, как пепел. Перед морозом его кто устоит? Дорогая церковь, я поздравляю с наступающим Новым годом! Пусть этот год принесет только мир, радость, покой, исполнение всех мечтаний. С Новым годом! Оля, у меня есть тебе предложение. Давай прямо сейчас немножко передохнем. Смотрим фильм? Ну, боюсь, на фильмов не хватит, но мы можем посмотреть прямо сейчас дайджест рождественских и новогодних фильмов. На нашем сайте, дорогие друзья, вы можете найти раздел, посвященный Рождеству и Новому году, где собраны фильмы, которые вы можете посмотреть всей своей семьей. Поэтому давайте прямо сейчас посмотрим подборку этих фильмов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогая Церковь, поздравляю вас с Рождеством и Новым годом! Пусть в этом году Господь по-особенному благословит вашу жизнь и жизнь вашей семьи, родных и близких, чтобы во всех, во всех сферах жизни преуспевания и благословения изливались от Господа. И наверняка в вашей квартире стоит новогодняя рождественская елка, на макушке которой есть игрушка, которая символизирует Вифлеемскую звезду. И пусть, как однажды эта Вифлеемская звезда указала путь ко Христу волхвам, Сегодня мы с вами будем этими звездами, которые будут показывать путь ко Христу другим людям, чтобы мы своей любовью, своими делами прославляли Господа в этом году, да сохранит нас Господь и даст нам мир во всех наших делах. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Евгений, мы так рады, что вы сегодня с нами в этот праздничный день. Мы поздравляем с Никитой вас, с Новым годом, с Рождеством Христовым и желаем, чтобы в следующем, в 2023 году в вашей жизни было много успехов во всех сферах. Друзья, вдохновение, вдохновение побольше, побольше новых написанных песен и здоровья. Самое главное, здоровье. Да, в моем возрасте это уже очень актуально. Я этого не говорю. Это актуально. Я хочу сказать, ребят, я очень рад, что этот год я с вами служил и вместе работали, трудились, и я очень рад быть вместе с вами здесь. Взаимно. У нас есть для вас подарок, который мы приготовили для вас. Мы вам вручаем его вот так вот. Откройте, посмотрите. Вы уже можете его открывать. Пока вы открываете, хочу у вас... Никита, прости, у меня есть супруга, я не могу прийти домой с подарочком и сказать, дорогая, мне вручили подарок. Специально для вас здесь стоят подарки, вы выбираете кошечка, собачка. Есть дочь, внучка. Да, пожалуйста. Собачка. Нет, хватит. Все. Хорошо. Я проверил вашу... Доброжелательность. Да. Смыска, щедрая душа, надеемся на это. Пока вы открываете песню, «Я твой» стала самой популярной на нашем YouTube-канале. Расскажите, пожалуйста, как она родилась, где вы ее скачали, где взяли аккорды, и кто вам написал слова для этой песни? А-а-а, подожди, я подумаю, рассказывать тебе нет, потому что подарок может быть такой, так себе. Я думаю, что вам деваться... Ну, это клинный подарок, да? Не ожидали? Надо песню теперь написать про «Благая весть онлайн», пожалуйста. «Благая весть онлайн». Спасибо за подарок. Друзья, ну, спасибо, я очень польщен этим подарком. Я буду в новом году, я буду пить из этой чашки и вспоминать нашу встречу с вами здесь. Обязательно, мы на это рассчитываем. Про песню. Да, спасибо огромное, что вы отметили мою песню. Это не мы, это зрители, которые нас смотрели, отметили эту песню, так сказать. Вы лучше там дальше продолжайте. Вот, я хотел бы сказать, что музыка рождается в моем случае непросто. Кто-то говорит, о, я проснулся и вот все, вот у меня, так сказать, родилось. Но в моем случае я... Это труд. Это труд. И я увидел по опыту, что самое важное, все-таки это песни хвалы. Есть музыка, которая личная. То есть, исполнитель поет, и он как бы передает свой личный опыт. А эта музыка должна быть в церковном исполнении, лично каждым человеком восприниматься и приниматься. И как это возможно, чтобы личная песня воспринималась мной? Ну, вот таким образом, знаете, что получается, вот по опыту я наблюдаю, я понимаю, что есть видение пастора, как он видит прославление. Есть опыт служения в церкви, и ты можешь ощущать пульс, пульс церкви. И иногда просто ты можешь ощущать, как люди, на что люди откликаются. И в этой песне непосредственно поэт, написавший стихи, это Анна Пчеленцева. Я хочу сказать, Анна, огромное спасибо тебе за твои стихи. Они действительно талантливы, они действительно прекрасны. Вы знаете, и когда я читал эти стихи, они очень личностные. Ты меня по имени назвал, подарил мне жизнь свою, Иисус. И я увидел в этом такую признательность Господу. И вы знаете, я когда почитал, я понял, что это может сказать каждый человек. И поэтому, когда мы поем в церкви, то люди, слышу эту песню, они могут сказать, да, я тоже могу присоединиться к этому. Вы знаете, интересно еще, я хотел бы обратить внимание в этой песне. Конечно, припев «Я твой, я навеки твой», он, можно сказать, банальный. Но в нем есть отклик моего сердца. И эта мелодия, она садится, и ты можешь дома, занимаясь домашними делами, просто напевать. И это созвучно, это созвучно. И вы знаете, интересно, что я увидел вообще в музыке хвалы, есть такие нюансы, которые очень важны, как спонтанность. И спонтанность – это момент, когда я могу же вставить свои какие-то слова. Вы можете петь «Я твой» и представить там, не знаю, там «Спасибо за семью», может быть, не в рифму. Какая разница зато от сердца. Он знает тебя, он знает тебя, он знает меня полностью. Ты меня по имени назвал, подарил мне жизнь свою Иисус. Лишь тебе поет моя душа, и к тебе всем сердцем я стремлюсь. Спас меня великою ценною, Наголковью кровь свою брали. Я теперь навеки только Твой, Ты меня от смерти искупил. Я Твой, я навеки Твой. Снова скажу, снова скажу. Я Твой, сердцем и душой. Я Твой, я навеки Твой, Сердцем и душой склоняюсь пред Тобой. Всех сердцем и душой склоняюсь пред Тобой. Ты меня по имени назвал, Подари мне жизнь свою, Иисус. Лишь Тебе пою любовь. Лишь Тебе пою, моя радость. Всем сердцем простигаюсь, Всем сердцем простигаюсь Бог Тебе. Спас меня великою ценною, Наголковью кровь свою брали. Я теперь навеки только Твой, Ты меня от смерти искупил. Я Твой, я навеки Твой, Я Твой, я навеки Твой. Я навеки Твой, я навеки Твой, Сердцем и душой склоняюсь пред Тобой. Друзья, Новый Год, Новый Год это интересный праздник, семейный праздник. Да. И мы все встречаемся, и я желаю вам в этом году найти возможность встретиться всей семьей, встретиться на Рождество, встретиться на Новый Год, и я уверен, что вы сможете найти возможность рассказать о своей жизни, потому что иногда родственники живут своей жизнью, они не пересекаются, и бывают такие дни, когда люди встречаются, и вы можете рассказать о своей жизни. И я желаю вам просто подумать, вот просто задумайтесь, что Господь сделал в этом году, и, может быть, в этот праздничный вечер, когда вы все встретитесь, вы расскажете, что сделал Господь в вашей жизни, и, может быть, это точка, в которой ваши неверующие родственники скажут, ах, ты меня, ну, не достал, ты меня убедил. Расскажи мне про твоего Бога. Расскажи мне, как Он помог тебе. Я желаю вам всем сердцем, чтобы этот наступающий год и это Рождество стало для вас знаковым, необычайным. И пусть этот год будет для каждого из нас счастливым, радостным, крепкого здоровья, радости, мира и всяческого устройства. Этого желаю я и вам. Спасибо. Люблю вас очень сильно. Спасибо за подарочек. Может, еще один? Нет. Спасибо. Я хочу сказать, что, надеюсь, я не слишком был назойлив, я благодарен за этот год. И в следующем году я хотел бы с вами продолжать служить. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. «Я Rabia» Желаю Господа хвалиться, Хочу его превозносить. Душа моя возвеселится Когда его я буду чтить Превознесенный, превознесенный Мир вебил гемесар Славой своей ты покрыл все народы Сын и вел славу Отца И вновь пою тебе я песню, о Иисус В душе покой и благодать Иисус, ты мой Господь чудесный Тебя я буду прославлять Превознесенный, превознесенный Мир вебил гемесар Славой своей ты покрыл все народы Сын и вел славу Отца Превознесенный, превознесенный Мир вебил гемесар Славой своей ты покрыл все народы Сын и вел славу Отца Превознесен над всей землей Живущий вечно оживляет дух мой Превознесен над всей землей Живущий вечно оживляет дух мой Превознесен над всей землей Живущий вечно оживляет дух мой Превознесен над всей землей Живущий вечно оживляет дух мой Превознесен над всей землей Живущий вечно оживляет дух мой Превознесен над всей землей Превознесен над всей землей Живущий вечно оживляет дух мой Превознесен над всей землей Живущий вечно оживляет дух мой Превознесён над всей землёй Превознесён над всей землёй Превознесённый, Превознесённый Миру явил небеса Словой своей покрылся народы Сын явил славу Отца Превознесённый, Превознесённый Миру явил небеса Словой своей покрылся народы Сын явил славу Отца Привет, друзья! С Новым Годом! Ю-ху! Я так счастлива поздравить вас! С Новым Годом! С Новым счастьем! Желаю каждому много здоровья Много радости Новых вершин, новых достижений Новых взаимоотношений с Богом Крепких, настоящих, искренних Хочу сказать тебе сегодня Всегда радуйся Непрестанно молись За всё благодари Господь, я благодарю Тебя За Новый Год Я благодарю Тебя За каждый миг моей жизни Я знаю, что Ты ведёшь Каждого из нас Что Ты приготовил для нас Нечто потрясающее в этом году И мы принимаем Всё то, что у Тебя есть для нас С благодарным сердцем Во имя Иисуса Христа Аминь! Аллилуйя! Друзья, у нас сегодня в гостях Пастор, руководитель онлайн служения Благая Весть онлайн Ну и просто очень хороший человек Андрей, мы рады, что вы сегодня с нами В такой праздничный момент Так здорово, что мы можем все вместе Встретиться, пообщаться Спасибо большое и спасибо за чай Я только пришёл с холода, там снежок на улице И они мне уже налили горячего чая И у них здесь стоит запах оливье Запах салатов Надеюсь, друзья И молимся о том, чтобы у вас И Рождество, и Новый год Тоже прошёл в хорошей компании Андрей, ну мы поздравляем вас С Рождеством, с Новым годом И у нас, конечно же Есть для вас подарок Спасибо Мы очень надеемся и верим Что когда вы будете пить чай Потому что там что, Никита? Там наша эксклюзивная кружка Благая Весть онлайн Я уверен, что она вам понравится Да Не знаю, есть ли у вас такая Неожиданно Это вообще сюрприз И вы будете вспоминать о нас Да, конечно буду вспоминать о вас О нашей встрече Конечно буду И у нас есть вопрос для вас первый Который мы хотели бы обсудить Как вы оцениваете 2022 год? Каким он был? Ну что ж Скажу правду Что я думаю Что я вижу Год был непростой Для всех нас Где бы вы ни жили В какой бы стране И ни находились Всё что происходит сейчас в мире Влияет на всех Поэтому Год был непростой Но мне нравится Что мы видели Божья благодать И Божья милость В нашей жизни Абсолютно точно Мне нравится Когда в Библии встречается Но Бог Сделал что-то особенное Но Это союз Который говорит Вопреки чему-то Например Деяние 13 глава Где говорится о том Что Иисуса Судили безвинно Его Распяли Он был убит И далее говорится Но Бог Воскресил его из мертвых Вопреки Желанию Политиков Религиозных Лидеров Вопреки Законам природы Бог Сделал что-то особенное Я уверен Что В жизни всех нас В этом году Бог Сделал что-то особенное Никита, Ольга Могли бы вы это подтвердить Сказать что Ваша жизнь Я точно могу Потому что на протяжении всего года Было много событий Где Бог проявлял свою славу Да Я согласна У меня точно так же Я думаю каждому человеку Есть за что поблагодарить Бога В этом году Ольга В 2022 Спасибо большое У нас в семье есть традиция На Новый год На Рождество Мы встречаемся и вспоминаем Все что Бог сделал В нашей семье В нашей жизни И мы благодарим Его Если вы этого еще не делали Мне кажется что Когда вы собрались Вместе с друзьями С близкими Хорошая возможность Вспомнить что сделал Но Бог вопреки каким-то событиям И поблагодарить Его за это Лучше вспоминать об этом Чем А положил ли ты салат в горошек В горошек в салат Да И купил ли ты колбасу А очень интересно узнать Какие же планы У Благой Вести онлайн Уже в 2023 году Я уверена грандиозные Как обычно Да 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 Вы знаете Что мы никогда не останавливаемся Да это правда Мы чувствуем что в этом году Господь ведет нас Служить людям Больше чем мы делали До этого момента Хочется сказать куда уже больше Это самое ценное что у него есть Да Это люди Давайте предположим К нам пришло Тысячу Тысячу человек На какое-то событие онлайн И мы хотим послужить Не группе людей Из тысячи человек А мы хотим послужить Тысячам уникальных Уникальных личностей Потому что Каждый человек уникален А как это возможно Я не до конца понимаю Как вы можете послужить Тысячам людям Уникальных Уникальных Это Кажется невозможным Никита Мне самому страшно Но мы только что говорили Но Бог может сделать Что-то особенное Да Будем тогда верить Будем верить И Мы будем делать что-то особенное Чего не делали раньше И смотрите Мы уже создали Пастырское попечение Для того чтобы Уникально послужить Каждому человеку Мы создали Домашние группы Которые вот совсем недавно Начали действовать Люди так счастливы Когда приходят На эти домашние группы Мы договаривались Мы договаривались Что Домашняя группа Будет ну максимум час Сейчас Приходится через Два с половиной часа Просто говорить Все Все Хватит Заканчиваем Два с половиной часа Каждую неделю Люди общаются Молятся Смеются Вместе Если вы еще не в домашке Приходите к нам Что еще будет особенного Мы хотим послужить Или мы хотим Обратиться К неверующим людям Так как мы Не делали до этого Мы будем снимать Короткие Видеоролики Видеоклипы Где мы будем говорить О ситуации В которой Находятся люди Например Сейчас многие люди Находятся В страхе Страх Оказаться в каких-то Событиях Вовлеченным В каких-то событиях Страх Потерять Кого-то из близких Страх оказаться без работы Без денег Страх за будущее И В этом ролике Будет сказано Что Вы можете жить Без страха Вам нужен Иисус Христос И вот что мы сделаем С этим роликом Мы отправим его Всем Верующим Всех кого мы знаем И попросим Распространить его Разошлите Своим близким Неверующим людям Вы отправите Кому? Обязательно 100% Я отправлю Хорошо Может я думаю Что даже некоторым Верующим людям Этот ролик будет очень полезен Абсолютно Вспомнить о том что Бог Но Бог с ними Но Бог с ними Абсолютно точно И У нас есть команда Которая уже готова Принимать Людей Вместе с ними Молиться И помогать им Делать первые шаги С Богом Это будет особенное В следующем году Но не все Еще многое другое Спасибо всем Кто был с нами В этом году Продолжайте Быть с нами Андрей Могли бы вы что-нибудь Пожелать тем людям Которые вот прямо сейчас Нас смотрят Друзья Я Я Так благодарен За то что Вы с нами Я так благодарен Что Вы позволяете Служить вам Спасибо вам большое И Пусть Но Бог Будет делать Что-то особенное В вашей жизни Вопреки обстоятельствам Вопреки Каким-то сложным Ситуациям Пусть Он Проявит Себя в вашей жизни Могущественным образом Аминь Аминь Большой задачей для нас Была Трансляция Служения На спутниковом Канале Нам пришлось Купить много Оборудования Настроить Передачу сигнала Прямо из зала Богослужения На спутниковый канал И мы это сделали Слава Богу Сегодня Каждое воскресенье Богослужение В прямом эфире Из этого зала Транслируется Через спутник Буквально По всему миру А с понедельника По пятницу Девять авторских Программ Транслируется На спутниковом канале Два раза в день Конечно Наша аудитория Значительно выросла Значительно увеличилась Но Количество людей Или Насколько аудитория Стала большой Это не главное Главное Это люди Для некоторых Мы стали церковью Люди Которые получают Духовную пищу И поддержку Это Самое главное Давней мечтой Нашей команды Была Евангелизация Через интернет И знаете что? Оказывается Это возможно Мы научились За эти полтора года Как Находить людей Которые в интернете Ищут информацию О Боге Приводить их к нам На сайт Говорить им там Об Иисусе Христе И дать возможность Прочитать молитву покаяния А далее Наши служители Помогают им делать Первые шаги с Богом И за эти полтора года 208 человек Приняли Иисуса Христа В свое сердце 282 человека Приняли крещение Святым Духом 105 человек Обновили свое Посвящение Богу Из 49 Мы помогли найти церковь Где они приняли Водное крещение Совсем Совсем недавно Мы закончили работу Над новой платформой С обучающими онлайн-курсами И там выложены Курсы для духовного роста Курсы для женщин Курсы школы исцеления И в этот момент Более тысячи человек Уже проходит обучение Наша цель Помочь людям В той сфере В которой им Необходима помощь В рамках проекта Расширения Мы начали строительство Новой телевизионной студии Для съемки программ На 80% Работы закончены Остальные 20% Мы переносим На следующее расширение Оно обязательно будет Ведь расширение Никогда не остановится Для епископа Рика Реннера Для всей нашей команды Была большая честь Молиться о партнерах О тех, кто участвовал Финансово В расширении Служения Благая Весь Онлайн Мы всем сердцем верим Когда человек участвует В расширении Божьего Царства Бог расширяет Его жизнь И люди писали нам И просили поддержать В молитве О расширении В конкретных сферах жизни И мы молились И мы получили Столько свидетельств Того, как Бог Расширил что-то В их жизни И продолжает Действовать И расширять Спустя полтора года Я хочу сказать, что Вот этот сезон расширения Благая Весь Онлайн Заканчивается Но обязательно Впереди Будет новый Спасибо вам Дорогие наши партнеры За ваше участие В расширении Благая Весь Онлайн Мы уже вспоминали с вами Самую популярную Песню на нашем Ютуб канале Думаю настало время вспомнить Самые популярные Программы Передачи, которые Выходили на наших Каналах Да Я расскажу о самой Популярной программе Епископа Рика Реннера В 2022 году Это, конечно же Программа Измени свой мир У нас всего было 34 темы 260 выпусков 7800 часов программ И более 2,5 миллионов Просмотров На Ютубе И в социальных сетях Ура Можно похлопать Да А самая популярная программа Пастора Денис Реннер Это Храни свое сердце От страхов И обид Эту программу Посмотрело 12 тысяч женщин Во всем мире А в 2022 году Более 200 тысяч Просмотров Было в общем На Ютубе И в социальных сетях А я скажу Про самую популярную Программу На детском Ютуб канале Благая Весть Дети Кстати Кто снимался? Я точно снимался Я тоже снимался Может быть Возможно С нашим участием Добавили немножко Знаем Затерявшийся в джунглях Снимался? Был в джунглях? Ну я не был в джунглях Я в джунглях тоже не была Но эту программу Посмотрели более Двух тысяч деток А у нашего канала Благая Весть Дети Уже более Трех с половиной тысяч Подписчиков Воу Это круто А у нас Следующая номинация Самая популярная Проповедь 2022 года Вознесение церкви И эту проповедь Епископа Рика Реннера Посмотрела более 40 тысяч человек А на втором месте Проповедь Божий мир В трудные времена 37 тысяч просмотров Ура! Ура! На самом деле Помню эту проповедь И слово, которое там говорилось Оно было очень ободряющим И вдохновляющим И предлагаю всем нам И вам Вспомнить О чем она была И посмотреть буквально Небольшое видео Если не знать того, что написано в Библии И эти все вещи начинают происходить Вас это может потрясти Но Иисус дал нам эту информацию Не для того, чтобы напугать нас Но приготовить нас Поэтому Он и сказал Не ужасайтесь Не ужасайтесь Не бойтесь Все это будет происходить Пристегнись Приготовься к тому, что будет трясти Потому что тряска будет Турбулентность будет Мы нуждаемся друг в друге Мы должны видеть друг друга Мы должны прикасаться друг к другу Мы должны говорить Слово веры Мы должны говорить Господь Ты избрал нас для этого времени Сейчас самое лучшее время Чтобы благословлять И помогать другим Мы Церковь Мы с вами Та великая Удерживающая сила Именно Церковь Мы Церковь Не всегда осознаем Насколько мы сильны Каждый из нас лично Сам по себе силен Потому что тот, кто в нас сильнее И вместе сообщает Объединяясь Мы так же сильны И вот что мы понимаем о Боге Бог настолько милостив Даже когда люди ошибаются И заблуждаются Бог дает все больше и больше шансов Друзья, с Новым Годом! Верю, что 2022 год для вас был хорошим годом Успешным годом Но знаю точно и верю Что 2023 год будет лучше для вас Почему? Потому что в Писании сказано, что мы возрастаем Возрастаем из веры в веру Из силы в силу Из славы в славу Это Божья воля И я желаю для вас Чтобы вы в 2023 году Выросли Выросли в своей вере В хождении с Богом В силе Божьих Творили большие дела, чем до этого Друзья, с Новым Годом! Придите к младенцу Верные с весельем Придите скорее к Нему, Виблием Царь нам родился Царь всего творения Придите поклониться Придите поклониться Придите поклониться Младенцу Христу Придите к младенцу Верные с весельем Придите скорее к Нему, Виблием Царь нам родился Царь всего творения Придите поклониться Придите поклониться Младенцу Христу Придите поклониться Младенцу Христу Придите поклониться Читает Читает Случите хвалу, слава вовеки, слава внышней Богу. Придите поклониться, Придите поклониться, Придите поклониться, Младенцу Христу. Придите поклониться, Придите поклониться, Младенцу Христу. Мы с вами вспомнили самые популярные песни, самые популярные и востребованные программы. Думаю, настало время вспомнить имена самых активных участников наших прямых эфиров. Оля, можешь, пожалуйста, зачитать эти имена? Да, с удовольствием зачитаю. Вандышева Татьяна, Свердловская область, город Сухой Лог. Новикова Виктория, город Челябинск. Никулина Светлана, Свердловская область, город Новоуральск. Юлдашева Наргиза, Узбекистан, город Ташкент. И Оля Марикан из Румынии. Спасибо, что вы писали нам. Мы очень ценим каждого из вас. А я зачитаю тех, с кем мы чаще всего общались в социальных сетях. В ВКонтакте нам писала Марина Яковлева. В Телеграме писала нам Савдерова Екатерина. В Одноклассниках Пацвальд Зинаида. В ВКонтакте написала нам Комарницкая Валентина. И в Одноклассниках Лукина Людмила. Дорогие, спасибо за то, что вы такие активные. И спасибо за то, что вы с нами. Но у нас для вас также есть потрясающий подарок. Да, это действительно потрясающий подарок. Мы дарим вам новую книгу епископа Рика Реннера «Драгоценные истины. Том 2». Наши служители обязательно с вами свяжутся и передадут подарок. Как только вы получите эту книгу, пожалуйста, не поленитесь. Сделайте фотографию. Как вы, вместе с книгой для нас будет очень приятно. Друзья, а сейчас наступило время пожеланий. И мы поздравляем вас с наступающим Новым Годом. И желаем новых побед с Господом и устройства во всех ваших делах и во взаимоотношениях. Божьего мира, сверхъестественной защиты и обеспечения. Да, также желаем вам крепкого здоровья, Божьей мудрости во всем и, конечно же, радостных моментов. И провозглашаем над всеми вами благословение Аарона. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь и помилует. Да обратит лицо свое на тебя Господь и даст тебе мир. Аминь! Впереди еще поздравления от епископа Рика. Мы с вами увидимся в Новом Году. И мы поздравляем вас и провозглашаем в вашей жизни мир и благодать! Здравствуйте, друг и партнер! Это Рик Реннер. И вот 2022 год заканчивается, а 2023 начинается. Пришло время попрощаться с прошлым и приветствовать будущее, потому что оно уже рядом. В 2023 году Бог приготовил что-то удивительное для вас и для меня. И сейчас Он ждет, когда мы войдем в этот год и примем то, что Он уже приготовил для нас. Кто-то может спросить вас, чего ожидает от вас Бог в Новом Году? Что вам нужно понять? Над чем одержать победу в своей жизни? Может быть, в финансовой сфере, или в духовной, или в сфере образования, а может быть, в отношениях. Что Бог желает совершить в вашей жизни? Вы уже спрашивали Его, «Господь, что ты хочешь сделать в моей жизни в Новом Году?» Спросите Его, потому что Он хочет рассказать о своих планах для вашей жизни, а мы молимся за вас. Если у вас есть конкретная молитвенная нужда, свяжитесь с нами, позвонив или написав ее онлайн. Как только мы ее получим, то будем молиться с верой. Мы верим, что у вас будет замечательный-замечательный Новый Год. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова